Всем привет, привет! Всем приятного времени суток. Сегодня с вами сделаем расклад, который я уже делала давно. Расклад будет на одну позицию. Называется он «Эволюция души». Посмотрим немножечко о вашем пути. И что еще? Насколько вы идете в ногу с задачами своей души? Может быть, где-то отклоняетесь? Такие вопросы. Этот расклад я уже делала. Если я его не удалила, потому что я его делала в начале своей карьеры, я обязательно в подсказках где-нибудь тут выложу. И вообще обращайте внимание на подсказки, если вам интересно. Я не в каждом раскладе их выкладываю, но очень часто. То есть это по сути расклады, которые уже записаны мной ранее. И они в тему того расклада, который записываю в момент вашего просмотра. Так, у нас с вами будет сегодня семь вопросов. И давайте мы сразу приступим. Итак, вопрос номер один. Что я себе не позволяю? Чего я себе не позволяю? Есть очень много разных моментов. Посмотрю, куда можно было. Высоко можно будет поставить сюда. Так, видно. А что я себе не позволяю? Да, у вас очень много разных ограничений, с которыми, мне кажется, вы уже свыкли. Но если говорить о том, что вы себе не позволяете, я бы сказала, что вы не позволяете себе такую роскошную жизнь, такую, которую заслужили. Причем роскошь здесь не только в материи, во внешнем мире, а роскошь внутреннего какого-то состояния. Возможно, расслабление, состояние праздника, отдыха. То есть, какие-то такие энергии, которые бы вас наполняли. Что это конкретно за энергия? Очень много обязательств, очень много какой-то тяжести, груза. Ноши здесь от того, что есть много разных желаний, которые либо амбиции, которые не можете реализовать. И вот вы на себе тащите какие-то другие обязательства. А то, что касается ваших желаний, то, что вот вам нравится и хотелось бы сделать именно для себя, вот это вы себе не разрешаете. То есть, в общих чертах, все, что связано с вами лично, то есть, то, что вас наполнит, то, что вас порадует, то, что вас, скажем так, сделает счастливым. Вот такие моменты вы себе не разрешаете. Здесь очень много ограничивающих мыслей на этот счет. Что еще вы себе не позволяете? Пятерка ничей. Но, с другой стороны, и правильно делаете, что не позволяете себе упасть духом, не позволяете какие-то уже негативные мысли в свою сторону, не позволяете доходить до момента энергетического опустошения, когда вот вообще уже нет каких-то сил, да, когда нет каких-то уже ресурсов. То есть, не доводите себя до окончательного опустошения. Это уже рад. Так, следующий вопрос. Что меня тормозит? Что вообще вас тормозит по жизни? Нет, непонятно. Непонятно, Верховная Жрица, да? Тайна, тайна. В чем она заключается? Тайна развития. Тормозит вас то, наверное, что не совсем вы понимаете, куда идете, зачем идете, вообще что происходит. Все, что связано с развитием. Либо какие-то непонятные моменты касательно коммуникации и общения. Здесь у вас очень активный такой креативный ум. И, возможно, вы не совсем понимаете, где и как свои идеи, свои мысли можно воплостить, можно применить. Скорее всего, здесь, может быть, какие-то тайные знания. Тоже не совсем понятно, как ими пользоваться. То есть знания есть, а как их применить, вы не знаете. Либо здесь вариант того, что что-то вы хотите здесь узнать для себя, и не можете либо докопаться до истины, либо не можете что-то здесь познать вы хотите. Также вас тормозит то, что вы никак не можете прийти к какому-то внутреннему состоянию успокоения, баланса, знаете, когда не надо куда-то бежать. Восьмерка жезлов здесь говорит о том, что вот все время ваш ум очень такой активный, подвижный, постоянно о чем-то думаете. Не случайно здесь у вас и десятка жезлов выпадала, да, какая-то ноша. И тормозит вас то, что вы не знаете, скорее всего, как успокоить свой ум и прислушаться к своему внутреннему голосу. То есть, возможно, нет понимания либо навыка слушать себя. Давайте уточним, о чем говорит Верховный Жрица. Да, здесь в контексте профессиональной сферы, скорее всего, да, либо вашей обыденности, если вы не работаете. Возможно, не знаете, как реализоваться, вот как реализовать свое дело, как увеличить, как зарабатывать на нем, либо как придумывать и воплощать какие-то свои идеи. То есть, все, что связано с профессиональной сферой, здесь какие-то тайны. И тайны, они связаны с тем, что есть травмы, либо травмы, которые необходимо исцелить, необходимо вывести на свет, познакомиться. То есть, что-то здесь такое сокрытое, что мешает вам, вот как раз-таки здесь это и показано, мешает вам насладиться жизнью, либо расслабиться, и вы не можете понять, с чем это связано. То есть, следствие вы видите, а причину найти не можете, вот она скрыта. То есть, возможно, есть какая-то установка, либо какая-то программа, может быть, модель поведения, из-за которой вы как раз-таки и не можете ощутить вот полноценно свою жизнь, да, получить удовольствие. Наслаждение. Вот. Что еще вас тормозит? Ну, я бы сказала так, вообще тормозит то, что вы находитесь в неком таком раздрае. То есть, вы не можете как-то себя понять, себя принять. Может быть, очень много внутренних каких-то разногласий. Такое ощущение здесь, что человек, не то, что вот вы вышли после какой-то травмы, а такое чувство, что вы оставляете за спиной очень большой и долгий разносторонний, скажем так, опыт своей жизни, который привел вас в точку здесь и сейчас, когда вы находитесь в полном раздрае. То есть, вот абсолютно как будто бы все сферы вашей жизни, они здесь разбалансированы, да. То есть, нету вот какого-то согласия, нету общей гармонии. Плюс ко всему, вас может здесь тормозить еще ваша семья каким-то образом, семейные узы. Причем, возможно, здесь какая-то информация, либо какие-то знания, которые вам передавались от семьи. Может быть, какие-то семейные устои, там, я не знаю, семейные. Знаете как, здесь очень мощный такой семейный эгрегор, даже если у вас, допустим, неполноценная семья, либо не так много членов семьи, но вот ощущение того, что здесь эгрегор семьи, он очень мощный и он влияет. То есть, такое чувство, что у вас очень много как будто бы обязательств перед вашими родственниками, там, родителями, детьми, не знаю. Вот это вот вас стяготит. То есть, с одной стороны, здесь ощущение того, что хорошо было бы жить одной и никому не быть обязанной и не нести ответственность ни за кого. А с другой стороны, вы понимаете, что вот все равно вам бы не хватало членов вашей семьи. То есть, здесь какая-то такая двоякая позиция. Здесь нет внутреннего согласия. И это связано с тем, что то ли очень много вот как дыр, что ли, как пробоев в разных сферах. То есть, очень много незакрытых каких-то моментов, причем они из разных сфер. Здесь нельзя сказать, что, допустим, только страдает профессиональная сфера либо финансы. В каждой сфере как будто бы что-то не хватает, чего-то не хватает, пазлы не складываются. И в конечном итоге здесь такое чувство, что вот вы в полном раздрае. И не то, что здесь есть паника, да, я не знаю, как эти дыры закрыть, а просто вы уже сидите, знаете, как и думаете. А оно нужно. То есть, и вот это, и вот это, и сила на это все нужна. И уже как будто бы желания нет. Вот вы как будто оставляете все на самотек. Где-то, может быть, истощены энергетически. Где-то сливаете очень много энергии. И поэтому вот я не чувствую здесь вас счастливыми, да. То есть человек, который ощущает себя хотя бы в каких-то мгновениях. Вот счастье может позволить себе расслабиться. Что здесь связано с семьей? Есть очень много разочарований, связанных с семьей. Ощущение того, что вот как будто бы семейные ценности, они должны, вот как возродиться. Потому что вот в том формате, в котором они есть сейчас, они уже изжили себя. Они уже умерли. То есть вот так, как есть и функционирует сейчас ваша семья, семейный Грегор. Туда входят все абсолютно родственники, да, под общим таким понятием семьи. Вот он как будто бы неработоспособный. И тем самым, и плюс ко всему туда уходит очень много энергии, очень много сил. И вы как будто бы не можете отделиться, что ли, от него. Вот сепарироваться не можете. И поэтому ощущение того, что я не могу реализоваться. То есть как будто бы, знаете, как есть ощущение, что у меня есть обязательства перед семьей, и я должна вот сначала там все сделать, да, там все наладить, а потом уже о себе подумать. А время идет, и там ничего не налаживается, и как следствие в вашей жизни тоже ничего не налаживается. Это как, знаете, как люди говорят, например, там, если есть младшие там сестры, братья, и вы несете какую-то ответственность, да, по молодости. То есть это говорят, вот сначала там надо дать сестру замуж, да, либо брата женить, там, с мамой как-то устроить ее личную жизнь. Но только потом я позволю себе, да. И получается так, что и с ними как-то, ну, не знаю, не хотят, может быть, найти отношения, не хотят вступать в семью, да. Вот, и ваше счастье, оно как будто бы отдаляется. Но если бы вы как-то вот сепарировались, да, от всех этих обязательств, от их жизни как будто бы, то смогли бы постепенно-постепенно наладить свое. Вот что-то здесь такое идет. Очень много энергии туда уходит. Давайте посмотрим, на что тогда не следует тратить свои силы. На какие-то мыслительные процессы. На прояснение отношений, может быть. Очень много страхов у вас, и вы как будто бы себя в какие-то моменты либо заставляете, либо подталкиваете. И чем больше вы как-то вот насильно себя двигаете в сторону страхов, тем больше встречается сопротивление. И вот это вот подталкивание, это давление в сторону страхов, оно забирает очень много энергии. Плюс ко всему, что вы здесь хотите прояснить. Вы хотите, чтобы в жизни вашей все было как-то, знаете, вот по справедливости, что ли. Но здесь ваша справедливость, она же субъективная. И очень часто, поэтому здесь у вас идут и разочарования, ожидания того, что значит для вас справедливо, это не факт, что такая же справедливость и для ваших близких здесь людей. И вот разочарование в этом, да, несостыковка какая-то. Очень часто вас это все разочаровывает. И вам не следует тратить свои силы на это. Либо какие-то силы, знаете, вы тратите на то, чтобы выравнивать. Там, я не знаю, появилась какая-то проблема, и, допустим, ваши родственники, да, либо близкие люди, они сразу к вам обращаются. Как будто бы, чтобы вы должны решить эту задачу, да. То есть есть какой-то перекос, и надо выровнять эту энергию. И они к вам обращаются, и вот все к вам. И вот это вот вас уже очень сильно тяготит. По каким-то причинам вы считаете, что вы можете справиться. И здесь, может быть, даже такие моменты, вы думаете, что лишь бы не было каких-то проблем, да, потому что опять придут ко мне, опять я должна буду решать, опять я должна буду что-то делать. Чего вы тут боитесь? Вы боитесь здесь, что как будто бы, знаете как, вот никогда не найдете своего внутреннего успокоения, да, что никогда не будет такого момента, когда вы скажете, что вот теперь я могу что-то делать для себя, да. То есть теперь я пришла в какой-то вот баланс. Плюс ко всему здесь страхи из-за эмоциональных каких-то качелей. Что здесь за эмоциональные качели? Ну, что они никогда не закончатся, да. То есть вверх-вниз, вверх-вниз. Вот я не могу понять, почему весь ваш акцент идет на других людей. Почему вы не держите фокус внимания на себя? Не, ну вы держите, у вас есть такая цель. Есть такая цель, да. Вы поставили себе цель, что я тоже хочу получать удовольствие, наслаждаться. Ну, семья есть семья. Хочу наслаждаться, да, хочу как-то вот выстроить свой фундамент по-другому. Но все равно семья здесь, она косвенно, не косвенно, она все равно как будто бы у вас в приоритете стоит. Пускай не на первом месте, но в приоритете все равно стоит. Может быть, вы очень много думаете о ней, да. Может быть, ваши мысли идут о финансовой составляющей, как помочь семье, либо как, не знаю, может быть, много обязательств, там, долги какие-то связанные с семьей, там, например, на обучение детей, там, ипотека, либо еще что-то. И вот очень много это времени занимает, вот забирая туда эту энергию. И, в принципе, на что не стоит тратить здесь энергию, вот на все эти мысли и страхи. А почему? Почему не стоит тратить энергию? Ну, потому что это уже в прошлом, либо в прошлом, в контексте того, что это когда-то был у вас такой опыт в прошлом, и вы его избегаете. И избегая чего-то, вы воссоздаете, то есть, вы фокус внимания акцентируете именно на этом. То есть, когда мы от чего-то убегаем, мы все равно свой взгляд направляем туда. Вот здесь это и показано. А собака, это наши внутренние силы, да, она говорит о том, что нужно смотреть в будущее. И вот эти вот страхи, да, то, чего мы боимся, мы все время с оглядкой как будто бы живем. Мы не можем расслабиться. Здесь нет вот этого состояния, что вот я расслабилась. И может быть здесь даже, вот то, что мы говорим, да, о вопросе семьи, семейного такого эгрегора, которые здесь всплывают, может быть, это даже в вашей голове. То есть, я не исключаю, что здесь есть такой момент, что какая-то ваша травма, ваша ответственность, то есть, это ваше восприятие мира, что вы должны, что вы обязаны, вы несете эту ношу. То есть, может быть, здесь даже и так, что нету каких-то ожиданий от людей вашей семьи, что вы им поможете. Но это ваше восприятие, и вот какая-то просто ваша травма, может быть, чувство вины здесь. И вы вот эту вот свою потребность покрываете. То есть, такой вариант здесь тоже может быть. На что еще вам не следует тратить свои силы? На ожидания какие-то, что вот сейчас я вот это закончу, и потом будет время на меня. То есть, сейчас вот еще вот это сделаю, и потом я смогу освободиться. То есть, вы как будто бы откладываете свою жизнь. То есть, не нужно откладывать свою жизнь. То есть, если хотите радоваться, радуйтесь. Хотите тратить деньги на себя, тратьте деньги на себя. То есть, вам это воздастся, потому что вот эти вот переживания ваши по поводу будущего, который может и не состояться, потому что мы не знаем, что нас ожидает, и этого будущего может быть и не быть. То есть, ну вот эти вот мысли все время, они не дают вам возможности прожить сейчас. А именно в моменте сейчас вы и создаете свое будущее. Так, а что вас отвлекает в процессе осознанной эволюции? Вот вашей осознанной эволюции, да? Что меня отвлекает в процессе осознанной эволюции? Что отвлекает? Ну, вот личная жизнь тоже может отвлекать. Дружба, да, какой-то тандем. Отвлекает то, что хорошо было бы это оставить позади. Причем даже и желание получить вот внутренний какой-то баланс, гармонию, да, вот это вот успокоение. Это тоже может отвлекать. То есть, вы акцент делаете на то, что когда это будет, когда это будет. А здесь в контексте как раз-таки развития вам наоборот. Это нужно оставить позади. Я не говорю о том, что если вы состоите там в браке либо в серьезных отношениях, да, то вот все, надо разводиться и идти дальше. Ни в коем случае. Просто здесь либо личная жизнь, либо то, что связано с желанием, когда же я приведу себя в порядок и наконец-таки сбалансирую, успокоюсь, вот сгармонизирую себя, то есть приму себя, это занимает очень много энергии и отвлекает вас от процесса. Что еще вас отвлекает от вашей эволюции? Ну вот это вот прошлое, во-первых, да, а во-вторых, вот это вот бесконечное желание, что вот я хочу, чтобы мне было хорошо. Почему это не то, чтобы плохо, а вот здесь вот есть негативный этот окрас, потому что вы за этим как будто бы, знаете, как гонитесь, либо цепляетесь. И чем больше вы этого желаете, тем меньше вы это получаете. Чем больше вы цепляетесь за какие-то моменты, когда вот вам хорошо, когда вам спокойно, то есть вместо того, чтобы наслаждаться, вы вот в этом наслаждении, у вас сразу мысли появляются, ой, хоть бы это не закончилось, ой, хоть бы это вот продлилось. Что нужно сделать, чтобы это продлилось? То есть это есть, наслаждайтесь. Не надо думать о том, как это можно продолжить, либо как это можно заново прожить чуть позже. То есть вот проживайте момент, который вас удовлетворяет. Вот сколько он длится? Неважно, сколько он длится по времени. То есть чем больше вы будете себе разрешать жить, то есть здесь ощущение того, что вы не разрешаете себе жить, Вы как будто запрещаете себе проживание каких-то моментов. Что еще вас отвлекает в процессе осознанной эволюции? То, что вы никак не можете принять какое-то решение, куда вам дальше двигаться. То есть какой-то выбор вы не делаете. Что за выбор? Здесь вы уже чувствуете, что вам не хватает какой-то энергии, не хватает новой волны, не хватает новых впечатлений. Что где-то слишком много стабильности стало, постоянства. Может быть, даже тот же самый день сурка. То есть вы как будто, вы знаете, ощущаете... Здесь такая, знаете, картинка мне показана, как атлант, который держит небо. И вот вроде бы он уже и устал держать это небо. А переложить на чьи-то плечи он не может. Вот какая-то такая здесь энергия. Но желание есть. Что это за стабильность? Вы как будто бы хотите удержать то, что уже разрушено. То, что уже не имеет какой-то ценности, важности. Вот вы как-то, знаете, хотите собрать... То есть, допустим, во внешнем мире это очень часто видно, когда люди ностальгируют о прошлом своей какой-то жизни. Например, о той культуре, которая была когда-то, им было комфортно. Например, в постсоветском пространстве люди старшего поколения всегда вспоминают, как им жилось в высшем СССР. Как были там общие детские сады, школы. И все такое, как вот эта вот общность была, да, как люди были добрее, как люди были другими. И вот такое желание, что люди хотят вот в новое время как будто бы привнести то, что когда-то имело ценность. Но это невозможно, потому что все идет в движении, все у нас идет циклично. Я не говорю о том, что то, что приходит сейчас, это прям 100% хорошо, но это имеет место быть. И здесь вопрос в том, насколько вы можете адаптироваться. А ощущение того, что адаптироваться вы не можете. И если, опять же-таки, это семья, то, возможно, вы, допустим, элементарно у вас выросли дети, да, и вы в браке, и вы заново вынуждены узнать того человека, за кого вы вышли замуж, да, либо на ком женились. Потому что все это время как-то воспитывали детей, большее время идет на воспитание детей. И вы забыли друг о друге. И тут заново вы узнаете. И вот у вас есть желание, что давай вернем так, как было раньше, как хорошо, когда там у нас были маленькие дети, мы вместе куда-то ездили, там что-то, не знаю, ходили в гости, как-то по выходным, сидели сообща за одним столом. А сейчас этого нет. И вот не хочется это вернуть. Но здесь, понимаете, здесь не то, что плохо возвращать эти ценности, а здесь вопрос в том, что вы сливаете всю свою энергию, все свои силы вот в это прошлое. Ну, то есть оно уже разрушилось. Либо вы были в браке и развелись. И вот есть желание, да, а что я могу сделать, чтобы заново собрать свою семью, да, чтобы возобновить. Либо там, я не знаю, ваш бывший муж просит, что ну давай попробуем заново возобновить. И вот вы много энергии тратите на то, чтобы как-то склеить то, что уже развалилось. Вот сломанный сосуд, как бы вы его идеально не склеили, все равно вот эти вот шероховатости, они будут заметны. И вы здесь стараетесь делать что-то такое аналогичное. То есть то, что уже изжило себя, вы всеми силами стараетесь это удержать. А проще, вот здесь только аркана башни нет, а проще разрушить до основания и заново выстроить, выстроить уже новое на основе вашего опыта, на основе уже тех знаний, которые вы имеете, тех ошибок, которые вы сделали, уже проще выстроить новое. Но вы так не видите. Вы так не видите. Я прямо вот слышу, да, не буду сейчас озвучивать, что я слышу. Но очень много людей это говорят, ладно? Так, насколько я иду в ногу, вот как раз-таки сейчас мы и посмотрим, насколько я иду в ногу с задачами своей души. Вот насколько я сейчас иду в ногу. Идете, идете, идете. Да, эмоционируете, переживаете, волнуете, но движение есть, да, движение есть. Я не могу сказать, что здесь вот прям какой-то быстрый прогресс, но двигайтесь, по крайней мере в этом направлении двигайтесь. Сложно вам это дается, но движение есть. Причем не в новое, а именно вот так, как вы шли, да, вот по своему пути развития, вы продолжаете. Насколько вы идете в ногу с задачами своей души? Ну, сложновато. Вот я говорю, идете, да, но сложно, через боль, через какие-то кризисы. А почему именно так? Можно ли идти как-то вот по-другому? Ну, потому что здесь луна, потому что здесь очень много придуманного. Но есть какие-то моменты, которые вы не понимаете, не можете осознать. И это, в принципе, нормально, да, потому что у нас ни у кого нет вот этого навигатора, да, либо этой карты, которая нас приведет, да, к тому моменту развития, куда мы должны прийти. Мы все идем на ощупь, но как-то неосознанно. Вопрос здесь в том, насколько ваша реакция на то, что с вами случается, она для вас болезненная или нет? То есть это зависит от характера. Есть люди, которые проживают трудности, сложности, но их отношения к этому, скажем так, более философские, либо как-то по шуту, более легче, более проще они относятся. Ну да, есть трудности, ну да, неприятно, ну ничего, не погружаются. Вот здесь вот проблема в том, что вы застреваете, что трудности есть, сложности есть. И опять же таки в большинстве случаев просто потому, что вы не слушаете свою интуицию. Вы, ну, подсказки есть и даже какие-то ваши понимания, осознание, что надо было по-другому сделать, да, либо не надо этого делать. Но вот все равно вы не слушаете себя. Такое ощущение, что вы наступаете на одни и те же грабли. И потом, когда вам становится больно, с каждым разом, да, все больнее и больнее, вам с каждым разом все сложнее выйти из этого эмоционального болота. Вот эти вот эмоции, они вас, они вас цепляют, они вам мешают. То есть здесь нужно идти, придумать для себя какую-то другую концепцию реагирования на какие-то вещи. И плюс ко всему, вот то, что вы себя, вот здесь вот вы никак не можете научиться, да. То есть вы понимаете, что, блин, вот были у меня подсказки, говорила мне интуиция, не надо этого делать, да. Либо не приведет это ни к чему хорошему, не надо выбирать этого человека. И все равно наступайте на одни и те же грабли. И показайте того, что вы урок не проходите. То есть вы же не случайно на одни и те же грабли наступаете. А почему не проходите? Потому что не уделяете достаточно времени тому, чтобы погрузиться внутрь себя, порефлексировать. Вот что сейчас произошло, чему меня учат, где я поступила неправильно. То есть больше вопрос не в том, чтобы размышлять, а в том, чтобы анализировать, уметь анализировать ситуацию, чтобы избежать каких-то в дальнейшем ошибок. Проанализировать, сделать какие-то определенные выводы. А у вас получается так, что вы начинаете анализировать, погружаете в эмоции. Ой, мне больно, я не хочу, все. И проще как-то, знаете, куда-то вот вглубь себя это все затолкать, прикрыть чем-то, да, какой-нибудь там ширмой. И сказать, что все, этого нету, да, этого не существует. То есть если я это не вижу, значит, этого не существует. Все, я от этого отказываюсь. И поэтому вам вот здесь вот страхи сложно идти. Почему? Потому что вы сами закрыли ширмой, да, прикрыли какой-то там тряпочкой вот эти вот все проблемные ситуации. Вот. И я туда как будто бы не смотрю. Но от того, что вы туда не смотрите, эта грязь эмоциональная, она не перестает существовать. И она тянет. Это как, знаете, когда в доме много пыли. Вот вроде бы, да, казалось бы, пыль, да ладно, да, ну, есть и есть. Можно на нее не смотреть. Но все равно вот какого-то внутреннего успокоения она не даст. Вот пока не возьмешь тряпку, чтобы вытереть пыль, не успокоишься. Потому что вроде бы сказать, что вот прям особая грязь какая-то. Нет, это не грязно, да, то есть там, особенно когда солнечные лучи падают на мебель. Вот. Очень хорошо видно эти пылинки. Но спокойствие-то она не дает. Вот в вашем случае, да, вот эти вот эмоции, которые скопленные, да, они и дают вам вот эту вот тяжесть, вот этот груз. А разобраться, погрузиться туда, остановиться, да, от суеты и поверховно жреца, погрузиться вглубь себя и заглянуть. А что же там есть такого, что из меня высасывает вот эту энергию? Что там уже разрушилось, да, что уже завершилось? А чего нужно очистить, вскрыть это, избавиться от этого и все, и пойти дальше? Сил на это нету. Но при этом оно все равно тянет, высасывает из вас энергию. Вот. Поэтому вы идете, конечно же, движетесь в этом направлении, но идете очень тяжело. С каким-то вот со скрипом, с трудностями, через кризис, через какие-то лишения, боль, страдания, через непонимание, через залипание, иллюзии, обманы, какие-то самообманы. Такие моменты. И тогда в таком случае следующий вопрос. Если я отклоняюсь от своего пути, я не скажу, что вы отклоняете, вы просто идете как-то, ну, не знаю, трудновато. То в чем? Если у вас здесь отклонение, в чем? Ну, нет, отклонение, я бы сказала, что нету здесь. Вы не отклоняетесь от своего пути, вы просто идете очень-очень сложно. Вы не отклоняетесь. Нет, вы не отклоняетесь. А что вас выровнят на этом пути? Что вас выровнят на этом пути? Вот, девятка пендаклей. То, в принципе, что вы интуитивно и чувствуете здесь, да, что я хочу вот это вот, вот это вот спокойствие. Девятка пендаклей указывает на самодостаточность, на психологически зрелую личность. Когда личность может считаться зрелой, которая видит, это та личность, которая видит свои травмы, свои какие-то теневые аспекты, и она их принимает. Принимает и каким-то образом с ними взаимодействует. Да, то есть, допустим, условно говоря, да, я знаю, что я капризная, либо я там ленивая, но когда я с этим сталкиваюсь, я знаю, что мне делать. Либо как-то договариваться с собой, либо там, наоборот, себе разрешить, немножко полениться, и потом как-то компенсировать следующие дни на более активность. То есть человек знает о себе вот эти свои теневые аспекты. Он их не подавляет. Он знает. И он с ними взаимодействует. То есть, да, он знает свои уязвимые места, свои какие-то теневые аспекты. То есть это тот человек, который знаком со своим внутренним демоном. И ему с этим окей. Неплохо. Ему с этим окей. Потому что он принимает свое несовершенство. И он принимает то, что он ошибается. И он принимает то, что он не может быть идеальным. И ему это нормально. Иногда он даже высмеивает сам себя. Но здесь девятка Пентакли. Человека, который имеет большой багаж опыта за своей спиной. Имеет знания. Имеет, может быть, какой-то финансовый успех. Уже в чем-то реализованный. То есть, когда человек понимает, кто он есть, он понимает свою ценность и значимость внутри себя. Себя понимает. А здесь получается так, что вы себя еще не понимаете. Да, здесь луна. Потому что, если бы понимали, вы бы не входили вот в эту луну. Не потому, что у вас бы не было страданий. А просто потому, что трудности, с которыми абсолютно все люди сталкиваются, это нормально. Вы бы их решали, ваше отношение к этим трудностям, сложностям, оно было бы другое, менее эмоциональное. Оно бы вас не ранило настолько, насколько вас ранит. И вы бы намного легче шли вперед и не боялись бы новых возможностей. Вы бы, наоборот, их замечали. Вот она. Карта императрицы, да? То есть, благости. Вы бы это замечали. А вы не замечаете, потому что в большей степени очень часто страдаете. А если вы страдаете, вы не можете получить удовольствие. И в таком случае, что вы делаете? Вы переключаетесь на семью и решаете их задачи. Потому что там-то решить проще. Это со стороны. Это не больнее. Вы в это основе не включены. И чем больше вы помогаете, тем больше, чем вы решаете сложности, какие-то задачи вашей семьи. Чем чаще они к вам обращаются. Они видят вас заинтересованность. И получается, что в какой-то момент вам это тяжело. Почему тяжело? Да потому что вы не создаете свою жизнь, а решаете жизнь других людей, близких вам, родных. Но в любом случае, не ваша жизнь. Вы не уделяете себе время. То есть здесь как это, знаете, избегание. Я избегаю себя и решаю сдачу других. Это как, знаете, люди, которые любят помогать другим людям, себе помочь не могут. Но потребность в помощи самому себе, она есть. И он вот эту вот потребность закрывает тем, что он помогает другим людям. То есть как будто бы показывая, что вот я что-то делаю. Но на самом деле это для себя, этот человек ничего не делает. То есть компенсирует вот эту вот потребность в помощи и в нужде. Тем самым создавая какую-то такую иллюзию в своей голове, да, что я что-то делаю для себя. То есть здесь, по сути, речь идет о том, что может вас выровнять на этом пути. Когда вы начнете заниматься собой. Когда вы, наконец-таки, выстроите эти границы, которые здесь необходимы в взаимодействии с другими людьми. Не отгородитесь, а выстроите правильные, верные границы. И начнете заниматься собой. То, что вас радует. То, что вас наполняет. Наконец-таки поймете, где и в каких моментах вы заблудились в своем лабиринте, да, вашего сознания. Что вы придумываете того, чего нету. И, наконец-таки, начнете отдыхать, праздновать, расслабляться. В принципе, вот то, что вы вот здесь вот и хотите. Начнете себе разрешать. Сейчас вы себе не разрешаете. Потому что вот ваша внутренняя потребность, вот это вот эмоциональные боли, подавленные какие-то эмоции, обиды, которые у вас есть, они создают некую такую агрессию. И вы эту агрессию, это пассивная агрессия. Она выражается через обиды, когда вы обижаетесь на других людей. Почему где-то у нас здесь пятерка, вот, пятерка кубков была. Когда люди не соответствуют вашим каким-то ожиданиям. Вот я вам помогаю, семья моя дорогая, а ты ничего не делаешь, семья для меня. И вы обижаетесь. И вот эта вот пассивная агрессия в свою сторону. Почему? Да потому что здесь вопрос не в семье. Семья – это ширма. Вы не удовлетворены сами собой. Вот она, Луна. А почему не удовлетворены? Потому что вы не видите ясно ситуацию. У вас идет перенос ваших внутренних вот этих эмоциональных переживаний. Поэтому вы и боитесь здесь эмоциональных качель на других людей. И потом говорите, что мир несправедливый. Да? Я вот столько всего по пятерке пендагля делаю для других, вкладываюсь, обратно ничего не получаю. Так вы и не делаете ничего для себя. И здесь вопрос не в выгоде, а вопрос в отношении к самим собой. Девятка пендагли – это, с одной стороны, аркан, я бы так сказала, знаете, иллюзорного успеха в своей жизни. Но почему иллюзорного? Потому что вроде бы есть и знания, и деньги, и опыт, и интерес. Но взаимодействия с другими людьми нету, потому что здесь есть некая такая замкнутая, закрытость. И вот в этом-то стоит иллюзия. То есть человек в своей голове создает какую-то иллюзию успеха. И вот у вас есть, два аркана выпало, да? Луна и лабиринт. У вас есть какая-то иллюзия, какое-то ваше представление того, как должен быть мир. И очень много претензий к этому миру, да? Что он что-то вам не даёт. Но по сути, вот за этим скрывается то, что в самом начале мы начали восьмёрка мечей. Вы сами себе этого не даёте, вы сами себе этого не разрешаете. И поэтому здесь нужно с собой немножечко разобраться, посмотреть, где вы себя в чём ограничиваете, почему вы это делаете, и начать себе разрешать понемножку, понемножку, понемножку. Не включая, потому что ум здесь сразу будет включать какие-то оговорки, ну как я себе это дам, когда вот там потребность у моего ребёнка, там у мужа ещё что-то. И, конечно, вам сложно будет себе разрешать. Почему? Потому что здесь модель поведения того, что я себя всё время в чём-то четвёрка педаклей, в чём-то ущемляю, я всегда на себе экономлю, я всегда себе что-то недодаю. И вы так живёте очень долго-долго. И в один день это поменять невозможно. Но если вы будете каждый день понемножку вкладываться, то через какой-то период времени, это будет большой период времени, и это труд, вам здесь нужно будет потрудиться над этим. Не получается всё так за раз, знаете, взяли, 50 лет там копили какую-то свою определённую модель поведения, и потом гоп по волшебству, там за один год, чтобы всё изменилось. Нет, так не получается. Нужно будет много работать, много лет и много работать. И нас это пугает. Но нас не пугает, что вот мы всю свою жизнь тратим вот на то, что я здесь сказала, да, на наши проекции, и страдаем от этого. Нас не пугает, почему? Потому что мы уже привыкли к такой модели. Мы привыкли к тому, что мы всё время страдаем, что нас чего-то лишают, нас чего-то ограничивают, нас всё время где-то обманывают, где-то несправедливо к нам поступают. И нам кажется, что это норма, что вот такое поведение норма. И поэтому здесь вот эта вот иллюзорность у вас возникает, что когда-то в прошлом-то было хорошо, но что пошло не так? Почему вот в этом прошлом-то всё было хорошо, и вы его хотите воссоздать? Что, где это тот момент, когда что-то пошло не так? Где это тот момент, когда что-то пошло не так? В тот момент, когда вам давали какие-то подсказки, знаки, что не нужно этого делать. Либо что-то нужно поменять по тройке мечей. Вы это видели, интуитивно чувствовали, знали, но вы это не сделали. И вот с этого момента все пошло как кубарем, как снежок. Накатывает, накатывает, и потом превращается в большую лавину, которую уже невозможно остановить. И на это нужно будет время, чтобы заново прийти к гармонизации. Нужно начать менять. Здесь нужны перемены. Надо с чего-то начать. Но не ожидать, что результат будет прям сразу. Долгий процесс. Но вероятность того, что вы сможете выйти из него, давайте посмотрим. Есть вероятность того, что вы можете изменить эту ситуацию. Вот я сказала долгий процесс. Семерка Пендакли. Да, долгий процесс. Но изменить-то можно, если вы будете над этим работать. Если вы выберете этот путь и будете работать, и будете идти один шаг за раз. Медленно, не торопясь, не спеша. Вот так же, в таком же темпе, как вы это создавали, разрушите. И в таком же темпе очень медленно будете создавать что-то новое. Не будете сходить. У вас будет терпение, у вас будет понимание. Вы будете трудолюбивы по отношению к себе. Вы будете спокойны, где-то в чем-то даже холоднокровны. Вы структурируете свою жизнь, познакомитесь со своим дьяволом. Вот и тогда туз кубков. И тогда у вас есть шанс на новое начинание. Тогда вы сможете наполниться, наконец-таки, полюбить себя. Да. Тогда все будет, в принципе, хорошо. Но на это нужно время, терпение, спокойствие. И главное, желание и понимание, что вы все, что я здесь сказала, вы это делаете не для кого-то. Вы это делаете для себя. Для себя, для своей жизни. Не для кого-то. Но мне кажется, что не все меня здесь услышат, просто потому что, опять же таки, вот эта вот модель поведения, когда ты говоришь о чем-то новом, наш мозг, он не хочет терять на это время, тратить время, тратить свою энергию. И он говорит, ничего страшного, вот мы жили так, страдали, да. Будем страдать и дальше. То есть нам это понятно. Непринятно, но нам это понятно. Ага, вот это вот все менять, это как-то трудно, сложно. И здесь человек от этого отказывается. Да, и такая категория людей тоже будет. Ну, у каждого свой путь. Вот такой был сегодня расклад. Благодарю вас за ваши лайки, за ваши комментарии. Хочу пожелать вам всего самого наилучшего на оставшуюся вашу неделю. И встретимся в пятницу. Всем пока-пока.